МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейное счастье – это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за три дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса машина, едет. Мы едем. Что за знак? Парковка. Уже на четвертый день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты. И лучшая из двух учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятвии в горе и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? А учи жену рубить, как научишь, сможешь пить. Знакомьтесь, это наши участники семья Скакун. Виталик и Юля. Меня зовут Виталий, мне 29 лет. Я работаю менеджером в сельскохозяйственной компании. Моим хобби являются автомобильные квесты. И зачастую мы занимаем призовые места. Таких кубков у меня собралось уже больше 20 штук. Меня зовут Юля, мне 30 лет. Я домохозяйка. Четыре месяца назад у нас появилось чудо маленькое дочка Сонечка. Десять лет назад я попала в две аварии с промежутком в два месяца. Прошло уже около десяти лет, но страх к вождению так и не ушел. Есть у нас еще и четвертый член семьи. Наша ласточка. Я очень люблю ее и бережно к ней отношусь. Я не боюсь посадить Юлю за руль своей машины. И я надеюсь, что я смогу помочь ей преодолеть ее страхи. А это их соперники. Семья Мордвиновых. Меня зовут Женя, мне 28 лет. С детства я был очень амбициозным. Не хотел работать на дядю. Сейчас я открыл свою химчистку и работаю директором. Это мой собственный бизнес. И я им очень сильно горжусь. Меня зовут Аня, мне 27 лет. Семь месяцев назад моя жизнь кардинально изменилась. Я стала мамой. Я хочу научиться водить автомобиль, чтобы быть более мобильной. И сейчас для меня это крайне актуально, потому что мы с Платоном будем уже ездить на развивалки. И я хочу возить его сама, а не просить мужа или папу или вызывать такси. А это наш семейный автомобиль. И несмотря на то, что для нас это просто средство передвижения, с ним мы готовы рвнуть хоть на край света. А ласково мы его называем наш очкарик. И я буду его беречь. Привет, очаровательные! Это шоу «Научи жену рулить» и я его ведущий Денис Косяков. Или легендарный и неповторимый Дениска, как меня называет наш эксперт и профессиональный автогонщик. Валерий Шевелев. Или как называет меня Денис. Ой, да что ты все о себе, да о себе. Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да, 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 это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните. Если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелев. Профессиональный автогонщик. Чемпион, инструктор по экстремальному вождению. И просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецела в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. Ты посмотри, кто к нам пришел. Виталий и Юля, Аня и Женя. Влюбленные, красивые, счастливые. Надеюсь, они такими же останутся после трех дней обучения. Более того, кто-то из вас унесет с собой наш главный приз. 65 тысяч рублей. Рано радуйтесь. Это будет только на четвертый день после экзамена, принимать который будет наш строгий инструктор Валера. Мне остается только вручить нашим барышням планшеты, на которых они найдут правила дорожного движения. Валера, ты готов? Я да, они не знают. Это самое главное. Уверен, что вы тоже готовы. Поехали! Мои первые впечатления хорошие, милые ребята. Конкурентов пока в них не вижу. Аня и Женя, обыкновенная пара. Мы более активные, целеустремленные, поэтому мы победим. Тем более у меня такой опытный муж, который научил свою маму ездить. Почему я не смогу? По правилам нашей программы, первый день обучения участники проведут на автодроме. Тут мужья должны проявить все свои педагогические способности. Именно сегодня им нужно преподать женам основы основ вождения. И научить не просто трогаться с места, а еще и маневрировать, и парковаться, и под горку ехать. В общем, досконально подготовить любимых к завтрашнему выезду в город. Будет хорошо. Я нервничаю. Я нервничаю. Если победим, брошу курить. Да, это, конечно, я зря, наверное, так ляпнул, но, наверное, придется исполнять. Такой дополнительный стимул. Что, родной? Подписался? Давай, учи меня. Она похожа на сказочную принцессу. Кстати, да, и в розовом такая. Да. Все такая милая. Посмотрим, останется ли она такой. Это руль у нас. Это у нас поворотник влево, это вправо. Дальше слева у нас педаль сцепления. Вот это? По-моему, да. Справа газ, последний тормоз. Смотри, твоя задача. Вышла левой ногой до упора. Включаешь первую передачу. Зажимаешь тормоз. Не смотри на педаль. Не смотри на педаль. Смотри вперед. Поехали по чуть-чуть. Давай, давай, газу, 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 газу. Молодец. Я, наверное, самая тупая участница в мире. Ничего есть и тупее, не переживай. Тупая, но не самая. Бывает и хуже. Вот так вот Виталик подбодрил жену. Не так резко. Старайся более тронуться. Не бросаю, Анечка. Да я же не бросаю, Женя. Она глохнет. Значит, надо быстрее нажимать на газ. Я не могу одновременно нажимать то, отпускать то. Надо учиться. Моё первое впечатление за рулем было, что руль это вообще не для меня. Что я зря вообще участвую в этой программе. Обратите внимание, и пассажир, и водитель не пристегнут. Если бы еще было чуть-чуть резче, он бы проверял на прочность торпеду нашего автомобиля. Теперь поехали на змейку. Газ, 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 газ. Сидеть ровно. Сядь ровно, дайменься. Юль, я смотрю, как ты работаешь ногами. Газ. Что ж такое? Я очень переживала, что я не смогу что-то сделать. Мне казалось, что это ударит по моему самолюбию. Во, погёшь, газ, газ, газ. Газ, 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 газ. Вау, красавчик. Как бы скептически Юля не была настроена, она, тем не менее, уже рулит по автодрому. Впрочем, как и Аня, даже не глохнут девочки. Аня, теперь не попадешь, не попадешь, не попадешь, не попадешь. Попаду. Я говорила, попаду. Колесо, нет? Ох ты! Да. А где колесо делается? Под нами. Как мне теперь с него выехать? Змейка немножко не удалась. Звук отрывающейся пластмассы. Наш автомобиль, шла мают, да? Чего ты сидишь молчит? Опять колесо. Ох, ты смотри, смотри, смотри. Ох, это шкерлинг. Валера, это шкерлинг, обалдеть. Муж сейчас должен выскочить и наяривать шваброй. Да что ж такое, слева колеса, справа колеса, кругом одни колеса. Какой-то колесный дождь. Я сидела и я плохо видела эти колеса. То есть я не могла правильно понять, где они. Мы тащим его за собой. Да. Я думала, колесо я проеду, и колесо, ух, и выскочит. Колеса у нас нет. Он не нашел колесо? Давай езжай. Что происходит? Не знаю. Ну, если мы знали, что было лишнее, то мы его расставили. Это уникальный случай. Мы два зажрали колеса. Прожорливая машина. Конечно, ну кто же еще виноват. Прожорливая машина. И пока Аня с Женей играли в непонятную для всех игру на «Корми машину колесом», Виталик и Юля уже готовы осваивать заезд в гараж. Твоя задача – приехать полметра задом, потом начать выкручивать руль вправо. Молодец. Играй с сцеплением, играй. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Я не выхватываю, пожалуйста. Я не выхватываю, я же тебе говорю, ровняй. Я тебе говорю, но ты меня не слышишь. Я вижу. Умная, Асин. Почему-то начал так повышать голос, начал так сердиться, а для меня это уже так напряжение начинается. Это был пи***ец. Да ладно, Виталик, ничего еще не случилось, а ты уже паникуешь. Вон, Женя, мужчина, спокойствие. Бери пример с конкурента. Надо объехать арку, заехать по светофору и вот там заезжать в гараж. Ну, не могу я. Ну, надо все заставить. Право, право, право. А зеркала зачем? Так, а ты смотри в зеркала. Ты издеваешься? Я не могу за всем следить. Ну, я не ожидала, что я въеду в гараж, поэтому снесла гараж и снесла. В следующий раз буду дома учиться парковаться. Женя, налево, налево. Жень, мне там что-то явно мешает. Опять Аня что-то мешает. Просто машина снова проголодалась. Ты наехала на колесо. Едем дальше, прямо едем. Нет, едем сейчас налево. Сам едем налево. Я вообще уже не могу ехать. Ты просто резко бросаешь сцепление, Аня. Да задрала нам это сцепление, Женя. В тот момент меня раздражало очень много всего. Меня раздражало, что я не могу понять, как это сцепление все-таки отпустить так, чтобы машина не глохла. Плюс меня сбивало то, что я не могу правильно переключать коробку передач. На эстакаду? Давай попробуем. Нет. Юля, это такая же дорога. Я хотел поставить перед ней невыполнимую цель. Десять минут я за рулем, а тот на эстакаду. Ну, извините меня. Это, конечно, чищу. Поехали. Газ, 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 газ. До пола, до пола ровно руль. До пола. Нет. Что это было за конструкция из рук? Такой, знаешь, руку. На, там перелом открыли. Мне показалось, что у нее на секундочку вылезла третья рука. Забись, извините. Давай, давай, давай. Газ, 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 газ. Вот, тормози, тормози. Сцепление. Тормоз. Аккуратненько. Было мокрое все. По-моему, вплоть до трусов. Я перенервничал в этот день. Ё-про-с-а-т. Да ну его нафиг, ты шо? Испытать страх и ужас эстакады, похоже, готова и Аня. Газу. Оу. Сцепление тормоза. Ну, что не так? Ну, ты бросила сцепление. Да ну, б***ь, я его держу. Это называется, это сцепление. Ну что же, первый день обучения можно объявлять закрытым. По-моему, не так все плохо. Это было ужасно. Ну, это было очень классно. Я, по-моему, полный тормоз. У меня не получается, потому что в этой машине дебильное сцепление. Я сейчас заплатил. Я очень переживаю, не получается. И понимаю, какая нам небольшая ответственность. Муж пообещал, что просит курить. У меня есть просто ради кого это делать. Смотрите далее. Все стоять, уроды! Это был полный капец. Чувак, ты от меня подальше, я ж нервная. Себе так засину в задницу бил. Давайте вызывайте полицию. Мамочка. Вот тебе ключи, только не поцарапай. Лучшие друзья девушек это бриллианты. А враги? Правильно, сцепление. Ань, ну сцепление это самое главное. А зачем мне надо этой механикой? Если ты научишься ездить на механике, то ты сможешь ездить на любой машине. Как я буду его нажимать так, чтобы оно не глохло? Я не понимаю. Ты просто должна научиться чувствовать. Значит так, смотри. Опа, а что это? Женя, ты что машину разобрал? Ты притащил. Педали. Будем тебя учить нормально. Смотри, изначальная позиция. Сцепление выжало, тормоз выжало. Да. Завела машину. Отпускаешь тормоз. Вот так, да. Ну все, я поняла. Мне надо еще правила учить. А я пойду спать. Ну так всегда. Тем временем Виталик и Юля усиленно крутят руль. Хоть и виртуальный. Чтобы повернуть вправо, надо вкрутить вправо. Чтобы влево, надо вкрутить влево. У тебя не получалось активное руление, начинаешь лупить по рулю. Ну, не знаю. Зачем? Не знаю. Настал второй день обучения. А с ним и первый выезд в город. Ну что же, девушки, держим кулачки. Пристегнулись. Погоди. Это тот же муж? Это запасной муж. Кто это? Смотри, другой человек. Смотри, у него очки, рубашка. Опция запасной муж. Интересно, а у Юли муж тот же? Ну ладно, давай я пристегнусь, так уж и быть. Это же твоя дорога. Итак, мы получили задание от ведущего. Здравствуйте, Юлия Виталий. Здравствуйте. Сегодня вы впервые выезжаете в город. Но прежде чем это сделать, Женя должен проверить свою жену на знание правил дорожного движения. Есть ли неисправный сигналы поворота? А водителю нужно повернуть направо. Что он должен сделать? Водитель должен открыть окно и махнуть рукой, что он поворачивает направо. А как ты открываешь окно, это и повернешь направо. Это же не с твоей стороны. Если такие длинные руки, как у тебя, то можно показать вот так. Нет, в нашем маленьком автомобиле то можно через правое окно вытянуть и показать, что ты вот туда собираешься. Хорошо. Вы смеете руку. Куда? Направо. Куда? В окно. Молодец. Задание номер два. Что означает прерывистая линия на дороге? Разделение полос, при котором нужно ее пересекать. Разрешено разворачиваться, если нет никаких препятствий, если нет встречного транспорта. Да нет, прерывистая полоса говорит о том, что обгон разрешен. Что означает красный свет сафора и зеленая стрелка? Это значит, что мы можем повернуть, что поворот разрешен, если нет, например, пешеходов, и мы никому не мешаем. В этом направлении прекрасно все этим можно поворачивать, но уступив дорогу. Так, а теперь отправляйтесь в город. Виталик, ваша задача проверить Юлю по всем знакам, которые будут встречаться у вас на пути. И желаю удачи. Окей. Окей. В общем, заметно. Наши дамы даже что-то учили. Главное теперь не растеряться на дороге и все знания применить на практике. Запомни, на дороге есть правило 3D. Дай дураку дорогу. Если кто-то лезет, его лучше пропустить. Когда мы выехали в город, то у меня опустилось все. В тот момент мне не хотелось жить. Это просто нереально. Мне казалось, что меня сейчас ударят. Меня запипикает. Меня муж просто порвет на куски. Я ударю машину. Газ, 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 шустрее. Собака, которая не выговаривает букву В. Газ, газ, газ. Я на главной дороге, меня должны пропустить. Да, едь. Так, все стоять, уроды. Ничего себе боевой клич. Зачем так обзывать людей? Пока Юля, хоть и со страхом в глазах, но уже едет по городу, Аня получает последние наставления от мужа. Включай левый поворот. Я смотрю по машинам сзади, чтобы было нормально. Нет, Аня, я смотрю в это зеркало. А ты смотришь по своей эти зеркала. Я смотрю в это зеркало, потому что я красивый. Газу. Молодец, молодец. Газу. Топление, тормоз. Все, остановились. Он останавливается, разворачивайся. Я нервничаю. Газу, Аня, газу, газу. Газу. Нормально, молодец. Средний ряд, средний ряд. Она, как любая девушка, немножко трусиха, поэтому боится ехать с большой скоростью. Впереди знак. Что он значит? Какое-то полное непонимание вижу в глазах этого новоиспеченного водителя. Что мы заглохли? Не нервничай. Бабушка, где ты взялась? Ты видишь, что я так глохну? Так, люди свалили все быстро отсюда. Не едь ко мне так близко, чувак. О да, наши девушки читали одни и те же ПДД, в которых главная помеха для автомобилиста – чувак. Чувак, ты вот на черном большой машине, ты от меня подальше, я ж нервная. Не знаю, как в правилах, но в толковом словаре это вот кто. Чувак. Кастрированный баран. Словарь Даля, 1880 год. Правый поворот. Видела, что он творит? Да у ***. Как ебать, таксисты. А вот таких слов я в словаре Даля не нашел. Прямо давай посереду, козлы. Третье. Третье. Тормозит машина впереди, блин, Виталий. Да ладно, он тебе не мешает. Ладно, уйди в жопу просто. Включи третью передачу. Разгони машину, разгони. И не дрочи ее вот так. Потому что я еще не понимаю, Виталь, пожалуйста. Я сейчас орать буду. Она постоянно пыталась от меня отбиться. Я пытаюсь дать ей какой-то совет. Не трогай, не кричи. Не надо меня сбивать, пожалуйста. Я тебя не знаю. Начинаешь сбивать, Виталь. Осторожно, блин, дебил. Ты же видишь, я еду. Куда ты сунешься? Это позиция агрессивного водителя. Ты же видишь, что я еду. Чего ты сунешься? Правильно говорить, суешься. Ну, это такие мелочи. Нормально, нормально, больше газа. Сейчас, тетю, пропустили. Не пропустили. Тетю, пропустили. Тетю. Спасибо. Это был полный капец. Аня чуть реально не сбила человека. Если бы я не выхватил руль, то могла бы быть трагедия. Тетю, пропустили. Тетю. Нормально, больше газу. Что случилось? Ну, что я делаю не так? С сцеплением просто. Ты очень резко его бросаешь. На экзамене сталкиваюсь с проблемой, что наши участницы не знают, как обращаться с сцеплением. Они знают, потому что мужья объясняют приблизительно вот так. Больше, да? Молодец, молодец, нормально. Ничего, его так трогать. Ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Нажимай, нажимай, нажимай. Ну, что ты остановилась? А, потому что... Что здесь происходит? Здравствуйте. Мы пытаемся выехать. Вы уезжайте, пожалуйста. Пробку прозывайте. Мы стараемся выехать, да. А вы можете объехать на сверху. Я не могу объехать на сверху. Хорошо, сейчас мы... Вы сами или вы... Сейчас мы выйдем. О-о-о! Мужчина полегче. Ну, вот это нервные люди. Ну, в этот момент мне хотелось выйти и дать кому-то в дыню. И пока Женя сдерживается изо всех сил, Виталик расслабился на пассажирском сидении. Давай. Ну, поехали. Ну, что мы плетемся 50 километров в час? Отстань, пожалуйста, от меня. У нас ребенок. Я ради него и для того, чтобы ты бросил курить. Блин, это мечта. Вот диалог взрослого человека со своей женой. Если ты бросишь курить, мне мама твоя расцелует. Господи. Вот он, способ стать лучшей невесткой года. Вы туда меня окончательно доедите. То есть сейчас они его не ели только потому, что он был излишне прокурен. Вот давай вот сюда. Мама. Тормозим. Многие перестутся, отнимаются однозначно. Руки. Такое напряжение, как будто я качала. Пальцы качала. Да-да-да. Пальцы качала. Мне кажется, глаза у меня по 5 копеек были. Да все. Да все. Раслась. Юлия и Виталик уже завершили второй день обучения, а Женя и Аня уже более получаса проверяют на крепость нервы вечно куда-то спешащих городских водителей. Газу, 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 газу. Почему оно стопорит? Потому что одновременно исцепление резко бросаешь. Давай. Я с вами общаться не собираюсь. Как раз и кнопочка. Я извиняюсь, вы можете пересесть как бы? Нет, не можем. Я не могу. А это уже новый человек пришел, да? Это другой. Или ты тот переоделся? Вам колеса по спускателю нет? Не надо нам просто спускать. Или моют полицию вызвать? Давайте вызывайте полицию. Проезжай давай. Стоп. Ты же видишь, у машина. Так я ж туда стараюсь ехать. Так куда ты туда сейчас пора? Бампером едешь. Все нервные, пускай проедут. Давай. Вот это люди. Я в шоке. Себе факт засуну в задницу, дебил. Какая милая принцесса. Принцесса была в розовом платье в первый день вождения. Неадекватов на дороге хватает, и я молчать не собираюсь. Если мне тыкают факи и грубят, то я сидеть и молчать не буду. Ух, отметишь мне на карте это место. Да просто, понимаешь. Я туда поплюю. И будет у тебя экран телефона заплеванный. Нормально. Сцепление тормоза, сцепление тормоза. Все, пусть проезжает. Давай, вали уже отсюда. Пикаешь. Все, я не хочу парковаться. Нет, смотри, надо вперед и вот так вот выехать. Как? Ты понимаешь, когда человек не разбирается, он показывает вот так вот сцепление и парковаться показывает вот так вот. Прямо и правее немного. Как? Еще раз. Я не понимаю. Мы тут побьем все машины. Да мы не побьем. Жень. Стой, Аня, успокойся. Не хочу, напусти меня. Ну, перестань. Не хочу. Мне надоело. Меня жутко все раздражало в тот момент. Раздражали другие машины, раздражали люди, раздражала Женя, раздражало все. В тот момент я вообще был злой на Ане, потому что она изначально меня не послушала. На это почву у нас был конфликт. Чем ближе третий день обучения, тем строже наши мужья. И не мудрено завтра ведь выезд на семейных автомобилях. Что мне делать? Ты нервничала. И уже в конце бросала, даже была готова сдаться. Женя, я хочу выиграть. Ну, так надо стараться, Аня. Да, Женя, я все поняла. Все плохо. Виталик, как и Женя, тоже обеспокоен вождением жены. Что нам еще надо? Надо. Надо, чтобы ты не тупила на перекрестках. Почему? Ну, я не туплю. Ну, просто у меня не получается еще одновременно. Тебя ты тупишь. Понимаешь, тебе надо научиться все-таки чувствовать сцепление, чтобы ты с наката могла машину толкнуть. Знаешь, вот именно на меня сегодня накричала, и я так растерялась. Ладно, я говорю, чтобы ты меня слышала. И вообще с тебя сегодня массаж. Можно? Ну, хорошо. У тебя сегодня пятница. Есть! Сегодня третий день обучения. День, когда мужчины, пусть иногда и со скрипом, но вынуждены отдать ключи от семейных авто женам. Первым это готов сделать Виталик. Господи, вот тебе ключи, только не поцарапай. Вы просто не понимаете, ночью это было. Только не ударь машину, только не поцарапай мою крошку. Типец, сейчас будет у меня жопа в мыле. Просто немоверная здоровая машина. Это настоящая танк, которой я не вижу ни переда, ни заново. Смотришь, когда ты перестраиваешься. Да, конечно. Я не успел сейчас посмотреть. У меня попа, знаешь, как сжалась. Можно было арматуру перекусить. Занятия на собственном автомобиле начинают и Аня с Женей. Ну что, готово. Пристегнулись. Аня, впереди красная. Ты мне говори, что делать. Ты мне говори, Аня, впереди красная. Я же не знаю, что делать. Я никогда не водила машину. Но раз наши дамочки без проблем тронулись и уже едут, значит, они готовы выполнять первое задание. Здравствуйте, Виталик и Юрий. Вам необходимо забрать товар и доставить его покупателя, который будет ждать вас на выезде из города. Отлично. Мама моя. Здравствуйте, Аня и Женя. Примите заказы у клиента. Он будет ждать вас на ближайшей остановке. Исследуйте указанному им адресу. О май гад, мы такси. Да, моя курьерская служба. Мы получили задание забрать что-то и отнести химчистку. Я думала, что это будет, ну, там, какое-то платьице, может, какие-то туфельки. Здесь можно развернуться. Развернуться? Нам надо развернуться? Да. Зачем тогда мы в этот ряд ехали? В смысле? Мы можем развернуться назад. Человек, который учит, подсказывает своей супруге, что давай, мол, разворачивайся. Двойная сплошная не для нас. Левый, левый, левый. Тормози. А ты чуть не всадила машину. Давай. О, смотри, твой любимый знак. Ты нарушаешь все правила. Ты едешь против шерсти. Отходите, блин. Уходите, люди. Разбегайтесь. У нее настолько мизерный опыт. И если она, не дай бог, кого-то зацепит и впилит, это был бы просто полный финиш. Стоп, 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 стоп. Аня, что? Ох ты, чуть было не было. Ты выезжаешь на поворот, должна смотреть. Ты чуть не въехала в эту Тойоту. Стоп, стоп, пешеходы, Аня. Аня успевала. Ну, она не знает просто правила дорожного движения, что если же пешеход вступил на «Зебру», то уже надо остановиться и пропустить его. Аня, 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 осторожно. Аня, Аня, осторожно, стоп. Аня, ну ты справа видишь машины? Ты два раза чуть не исчисала бок. Ну, прости, я смотрела прямо. Аня и Женя достаточно быстро доехали до назначенной точки и готовы забрать, что там Аня думает, туфли и платья. Ребята, вам необходимо доставить эти ковры в химчистку. Справитесь? Да, спасибо. Вперед. Пока Аня и Женя ехали, туфли и платья превратились в ковры. А у Виталика и Юлии… Ого-го! У нас седан, у нас не Камазик. Каждый раз убеждаешь, что ты коварный человек. Что такого тут? Тую в легковой машине перевезти. Проблема? Ты потом убирал, пылесосил. Моя ебанная мама. Не п***ть его. Эта срань, которая торчала наполовину из окна, я вообще, я в принципе ничего не слышал. Пока Тую погрузили, пока тронулись, за машиной образовалась 100-метровая пробка. Перестань. В тот момент мне хотелось выйти и набить лицо от того, кто сигналит сзади. Ещё! Давай сигнал! Дерево по дешёвке надо? Виталик наивный думает, что так быстро сможет от Туи избавиться. Вон Женя и Саня спокойно загрузили ковры и готовы ехать в химчистку. Ковры после… После котов. Знаешь, как я сделал так, чтобы он пах, как будто после котов? Нет, я не хочу этого знать. Женя, мне эти ковры мешают. Они воняют. Блин, Женя, мне некуда деть этот локоть. Едь. Нажимай, нажимай газу. Нет, стоп, стоп. Чего стоп? Да, потому что машина слева едет. Ты по зеркалам смотришь, нет? Это было ужасно вести эти ковры, которые воняли, которые мешали и к тому же загораживали обзор. Аня, так быстро, Аня, велосипедист, Аня, обгоняй его, этого велосипедиста. Блин, я просто… Аня, машина… Аня, машина… Слушай, он сейчас останется без ног. Быстрее, быстрее. Аня, такси, такси впереди. Аня, 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 дверь. Стоп, Аня. Ай! Что-то у Жени нервный смех стал пробиваться. Смотрите далее. Гребаные ковры. То есть ты мне вообще ничего не можешь подсказать? Что за бебет? У тебя проблемы, девочка. О, решение неадекватное. Покторешь. Есть очень неадекватные люди, на которых я буду писать заявление в милицию. Все. Гребаные ковры. Как-то быстро ребята доехали до химчистки. Может, они решили выбросить ковры где-то поближе? А вот и тую довезли до места назначения. Левый поворот. Правый. Ну, давай правый. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блин, как стрёмно, а? Ни черта не видно. Вот тоже. Возле этой машины и паркуйся. Кто заказывал Новый год? Я ее поставил на землю. Я думаю, о, все. Слава богу, мы вздыхались. Пришло задание? Так, давай. Кому мы его отдаем? Эй, ладно. Ай. Заживание покупателей отказалось. Че, твою махать. Это прекрасно. И уникательная туй. Заберите себе в качестве бонуса. Пипец. Мы снова счастливые обладатели туй. Ого. И еще с этого момента Юля будет ехать домой самостоятельно, комментируя каждое свое действие. Каждая подсказка жене будет стоить вашей паре 6,5 тысяч рублей. В случае вашего выигрыша. Удачи. То есть ты мне вообще ничего не можешь подсказать? Я считаю, что последнее задание было очень жестоким. Это очень дорого. Я молчу, я молчу. В общем, мы, счастливые обладатели туй с закрытым правым зеркалом, должны проехать хренову тучу километров, да еще и по трассе. Это просто нереально. Блин, ну так не честно. Ну блин. Ну ебаная. Я за гребаной туи я ни хрена не вижу, поэтому я, ребят, высовываюсь и еду быстро, потому что никого у меня нет справа. Я просто, люди, так можно посидеть нафиг. А Виталик держится. Ну, может человек себе позволить посидеть. А почему? А потому что знает, что даже сотню свежих седых волос на его голове никто не заметит. Я просто не хотел реально терять бабки. Почему? Почему я должен потерять деньги, которые я могу заработать? Какие жадные люди. Заметил? В принципе, заметил. Никто не хочет подсказывать. Свой путь без подсказок начала и Аня. Я еду прямо. Ты себя держишь в руках и мне не подсказываешь. Мне это очень сложно, очень страшно. Прямо, прямо. Да? Угу. Страшно. Если нет, стукни ногой. А если я тебя не совсем домой довезу? Оправдываешь свой топографический кретинизм? У меня нет топографический кретинизм. Так ты что? Я никогда не ездила за рулем. Почему здесь это? А пока Аня доказывает мужу отсутствие у нее топографического кретинизма, Юля уже преодолела трассу и готова парковаться. Мы оглашили мотор. Все. Я молодец, я молодец. Сложнее всего было сидеть молча. Я вообще никогда не могу сидеть молча, особенно когда я сижу на пассажирском сидении. Я даю советы абсолютно всем. За несколько часов Юля и Виталик прямо сроднились с Туи. Поэтому, чтобы мы вдруг не надумали вернуть дерево в магазин, они решили немедленно его посадить. Нам крупно повезло, что покупатель решил не брать его. Если мы выиграем, пусть оно примется хорошо. Юля, мы выиграем. Мы выиграем. Другого быть просто не можем. Я подругу машину говорю, мне жалко. У тебя настрой должен быть только на победу. Только победу. Тогда у тебя все получится. Теперь у нас есть дерево от проекта «Научить жену рулить». Дело близится к вечеру, и Аня с Женей наконец-то близки к дому. Осталось только припарковать машину во дворе. Я его не задеваю вообще. Что такое? Мне кажется, она собирается сдавать назад до характерного звука. Или ты слепой? Стоп! Ой-ой-ой. Ты что, прикалываешься? Что там такое? Ты влезла в нее. Где? В машину, блядь. Ребята, что вы делаете, блядь? Я очень надеялась, что Женя мне немножко подскажет. Ну, хотя бы он, может, ногой меня двинет и так сделает. Да. Ну, я хотел ей дать шанс сделать все без моих подсказок. Жень, ну, можно вам сказать, Аня, стоп! Ты не видела? Я не видела. Видела что? Красную машину? Человек пожалел 6,5 тысяч. Сколько будет стоить ремонт? Легче было подсказать. У меня была паника. Начался жуткий скандал. Налетела куча незнакомых людей. Все происходило достаточно быстро. Я растерялась немножко. Да, какая-то маленькая подсказка. И можно было бы избежать больших проблем. Ты так училась. У тебя парковаться учили? Давай не на «ты». Я тебя не знаю, правда? Итак, на ринг для защиты своей машины выходит... Дама с собачкой! Похоже, намечается настоящий батл блондинок. Первый раунд. У тебя проблемы, девочка. Слушай, уважаемые, в чем проблема? Ты не мне будешь платить, или на меня кричишь. Потому что ты неадекватная. Да нет, неадекватная. Аня, ты неадекватная. Аня, ты неадекватная. Ты что-то орешь? Побери. Все. А ты-то на чего? Ты нормальная вообще? Она хотела потушить сигарету в глаз. Да, да, ты забыл сказать, пожалуйста. Откуда это? Терминатор второй. Да, разумеется. Вот и отлично. Мы сейчас и заявление. Отлично, вот и супер. Отлично, да. И ты пиши. Я пишу на тебя заявление. Я пишу на тебя, что ты хотела выколоть мне глаза. Пиши. Выколоть глаза. Я пишу. Чем? Пыл блондинок был остужен часа через полтора. Нарядом полиции и составленным протоколом. Парковка для новичка немножко тяжелая задача. А мы еще раз убедились, что есть очень неадекватные люди, на которых я буду писать заявление в милицию. Все. Сегодня день экзамена. День, когда жены должны продемонстрировать все, чему мужья их научили за три дня. Любимые, спасибо вам за эти три дня. Я как будто посмотрел хорошее кино. Такой, знаешь, добротный боевик 18+, с элементами фантастики. А фантастики, потому что научиться водить за три дня, это невероятно. Но будем надеяться, что у нашего кино будет хэппи-энд. Как минимум для кого-то из вас. Да, надеюсь. А для кого конкретно решит наш главный кинокритик. Я про Валеру. Денис, нет никакой критики. Все банально просто. Кто лучше сдаст экзамен, у того приз в кармане. Так давай прямо сейчас и узнаем. Ну что, первым будет задавать тот, кто первым поднимет руку. А? А? Ага. Окей. Давай так, конкурс на самые волосатые ноги. Да хватит, хорош, нет. Ладно, все, давайте вы. Прошу. И первый экзамен будет сдавать Юля. Такой жуткий нервяк. Все поджилки трясутся. Ну не знаю, я переживаю очень за нее. Первая. Все, поехали. Давай, Зая, давай! Ой, мореска. Это мы что сделали? Заглохли. А почему? Потому что бросила сцепление. А зачем бросила? А не опытная водитель. Перед мужем как-то было несколько дней. Он родной человек, а Валера он чужой. Кто же вас всех-то руль учит крутить? Вся страна не умеет руль крутить. Медленно она тащится как-то. Молодец, облизываем, облизываем. Облизуем? В притирочку колесико. Очень страшно, и я не влазу. Есть! Облизала. Куда ты будешь сейчас ехать? Назад там. У меня колесо застряло, оно не едет. Речь, речь, речь. Ну что ты, мне кажется, муха. Это было впереди колесо. Ебанная тетя. Едем парковаться в гараж. Папочкой. Не папочкой, а задом. Давай, назад. Вот сейчас включаешь фейверс и прям сносишь пол гаража. Что дальше надо делать? Выравнивать колеса. Выравнивай. Ну-ка, проведем эксперимент. Я буду стена. Ты должна выйти из машины. Если ты меня тронешь, твой заезд в гараж не считается. Просочись щелочку, ты можешь, давай. Выходи. Засчитано. Теперь мы едем на эстакад. С остановкой. Эстакады. Ты же мой смешарик. Давай. Чуть-чуть выше я скажу. О, стоп. О чем думаем? Если я смогу это пройти все и победить, то мне муж пообещал бросить курить. Так что от тебя все зависит. Давай, давай, давай. Опа, папа. Да ладно. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Неплохо. Слушай, ну это хорошо. Блин. Научилась. Теперь едем в город. Давай, Валера, погоняй в городе, как ты любишь. Ты нервничаешь? Да. Ты сильно нервничаешь? Да. Ну, ё-моё, простите меня. Да ё-моё, я не могу понять. Ты с третьей передачи трогаешься. Правила дорожного движения учила? Да. Перекрёсток, Т-образный. Кто-то пропускает кого-то? Мы пропускаем справа. Почему? Потому что помеха справа. Ответ неверный. Осторожно, справа машин. Мы её должны пропустить. Потому что помеха справа. Да ты что! Он выезжал второстепенно. Так почему мы его должны пропустить? Есть правило такое. Уступить дорогу дураку. Да-да, Виталик именно так и учил. Запомни, на дороге есть правило 3D. Дай дураку дорогу. Зачем сцепление выжимаешь? Муж сказал. Муж сказал неправильно. Мужу надо пройти какие-то уроки по вождению. И вот здесь останавливайся. Ну что, иди ко мне, моя радость. Я забывала. Ну что, иди ко мне, моя радость. Ну не будем вниматься. Знание 3, желание 5. Среднее 4. А в тот момент, когда мы приехали из города, с Валерой, то я понимаю, что это провал. На Юлином месте я бы так не расстраивался. Сейчас посмотрим, чему научилась за 3 дня Аня. О, привет. Привет. Прямо по стрелочкам между колесами сможешь проехать? Это был агрессивный старт. Как мед надо, что давай. Давай, давай. Все. Я прошу прощения, но мы колесо с собой везем. Аня, ну, любовь к колесам мы помним с первого дня. Ты смотри, не останавливается, не останавливается, а. Ты смотри, правильно, правильно. Мне нравится ее целеустремленность. Надо остановиться для этого. Отлично. В прошлый раз я обовезла. Всегда мечтал шиномонтажником поработать. Мечты бывают, обращайтесь. Батюшки, Аня еще и волшебницей подрабатывает. Руль вправо. Паркуемся в гараж. Задом. Что мы ждем? Подожди, я не переключилась на заднюю. Правильно же? Спрашиваешь сейчас? Еще завести машину желательно. С нейтралки, да? А ты опять спрашиваешь. Ты попадаешь? Нет, пока нет. Так. Ох. Ой, ой. Ой, ой, ой. Есть. Джекпот. Я не смогу выйти. Видишь, это стена. Так стена же дальше. Вот, стена. Так это въезд. Ты споришь со мной? Ну, двери в гараже уже, а стены дальше. Ой, Валер, не придирайся. Теперь направо на эстакаду. Выжат сцепление. Тормоз. Потом мне надо отпустить тормоз. Я впервые запутался. У тебя сколько ног? Две. А как ты будешь нажимать двумя ногами три педали? Я не знаю, сейчас увидим. Валера, это ты запутался. Лучше смотри внимательно и учись у Ани. Налево. И мы едем направо. Налево. Налево. Блондинка, соберись. Я еду прямо. Ты едешь посередине дороги. Ну, я пытаюсь найти свою полосу. Мы пропускаем кого-то? Вот этих нет, они нас пропускают. Вот прямо на перекрестке. Мы пропускаем кого-то? Нет, у нас главная дорога. А вот у этой машины тоже главная дорога. Мы их пропускаем, да? Да. А, нет, у них своя полоса. Это ужасно. Это основные правила дорожного движения, которые надо знать. Хотя бы правила проезда перекрестков. Подумала, что это полный провал, потому что я забыла все правила движения. И как-то... Хотя в городе я вроде бы даже местами ехала нормально. Стоп, стоп. Красный включился, пока мы начинали ехать. А на желтый можно проезжать? Если уверен в себе, то можно. Если уверен в себе, то можно. Супер! Это ответ блондинки настоящий. Здесь мы пропускаем кого-то или нет? Да, мы их пропускаем. А если мы в себе уверенные люди? Мы их все равно пропускаем. Все равно пропускаем. И останавливаемся. Супер, выходи. Экстремальное вождение. Однако. Молодец. Спасибо. У меня был веселый экзамен. Веселый? Очень веселый. Я там пару раз заглохла, я забыла правила, все растерялась. Ничего страшного. Хотя я их учила, я помнила, но растерялась. Экзамен окончен. Девушки в ожидании, а мы в размышлениях. Ну что, барышня, скажу честно, вы меня сегодня удивили. Обе заехали на эстакаду. Юля, от экзамена в городе я ожидал чуть большего. Водитель должен чувствовать себя уверенно во всех обстоятельствах. И в этом плане вам следует поучиться у Ани, которая показала и на площадке, и в городе одинаковый уровень. Плохой. И побеждает в нашем шоу, а также в извечном противостоянии брюнеток и блондинок. Ну и забирает в качестве бонуса наш главный приз 65 тысяч рублей. Та, кто лучше рулит. Причем из цвет волос, правильно? Аня. И Женя. Поздравьте Юлию и Виталию. Ну вы все молодцы. Ну вы молодцы чуть больше. Это вам, ребята. Поздравляю. Красавцы, красавцы. Ну и я не могу вас не поздравить. Вы тоже супер классные. Молодцы. Мы хотели, конечно, победить, но я видела, как я вожу, как я проехала змейку. Все-таки Юля обедена лучше. Ребята были лучше. Ура! Мы победили! Боже, бросит курить. Он мне обещал. Да, я пообещал жене бросить курить, и я выполнил свое обещание. Это все отлично. Спасибо. Это было шоу «Научи жену рулить». Не просто шоу, а краткий курс психологии и семейных отношений. Меня зовут Денис Косяков. Меня Валерий Шевелев. И мы говорим вам до встречи на телеканале «Ю». АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА